Привет, ребята, с вами Max из Reftree Games, а это Ник Конкл, ведущий разработчик геймплея из студии Zenimax Online для Elder Scrolls Online. Об этой игре мы услышали около года назад, вы объявили, что работаете над ней уже несколько лет. Это все равно, что смешать Звездные войны и Angry Birds, вы взяли два мира и совместили их. Ну, логично с точки зрения получения прибыли, но создавалось ощущение, что это не совсем то, чего мы привыкли ожидать от Elder Scrolls. Но вы, ребята, пришли и показали массу всяких вещей, которые заставили меня гораздо больше заинтересоваться этой игрой. И то, что вы делаете... Объясните вашу философию игры, расскажите нам о том, что происходит. Есть масса вещей, свойственных ММО, которых никогда не будет в играх Elder Scrolls. Практически все они касаются окружения. Это непроработанная местность или тупые монстры, которые атакуют просто долбя в одну точку и не используя никакой тактики против игрока. Мы категорически против этого. Мы хотим создать игру, в которую можно погрузиться с тактикой интересную. В общем, хотим воплотить в социальном формате все то, чего люди ожидают от игр Elder Scrolls. Понятно. Вы как бы совмещаете два мира, которые не вполне совместимы. Что очень впечатляет, ваш лаконичный интерфейс. Да, именно. Тем не менее, есть хот-бар, бои проходят в режиме реального времени, и при этом идет совместная работа, я имею в виду. Это выглядит не как простое кастование заклинаний или атака оружием. У вас боевка — это работа в команде. Да, я могу объяснить основу всего этого. Вы можете делать, все могут делать, все то же самое с оружием, что делали в Скайриме — атаковать, блокировать, уклоняться. Но мы взяли небольшой набор заклинаний, которые очень похожи на те, что были в Скайриме, скажем, фаерболы, всякие интересные вещи, и поместили их на небольшом хот-баре. Пять способностей, которыми можно пользоваться в любой момент. Мы захотели добавить больше элементов, потому что в социально ориентированной игре важно разнообразие, разные виды деятельности. И я скажу так, это именно то, чего так ждут от боевки Elder Scrolls. Значит, всего пять заклинаний. Это может кого-то напугать, но ведь есть и обычное оружие в быстрых слотах, и вы можете переключаться. Да, именно. Это очень важное замечание, я еще уточню. У нас на хот-баре шесть способностей и шестая особая. И все это направлено на разгрузку игрока. Так вот, в игре не пять заклинаний, их сотни разных, и вы можете собрать множество. Их целая куча. И чародей изначально владеет заклинаниями и имеет соответствующее оружие. А начиная с пятнадцатого уровня, вы имеете второй хот-бар и второе оружие. И вы можете переключаться на другой бой, если заходите. Я показал это все во время демо, но не прокомментировал. И вы в буквальном смысле слова можете перейти от изначально заложенной схемы боя, к касту заклинаний, к чему-то другому, предположим, «О, здесь есть позух исцеления, и я буду лечить людей». Все это звучит очень-очень по-элдерскролловски. Здесь нет жесткой привязки к классам, но все же у вас есть вещи, привычные людям с более традиционным опытом в ММО-играх. Как вы управляетесь с этим? Есть ли у вас классы? Их четыре. Да, четыре. Расскажите нам об этом. Конечно, классовая система. Ну, о ней можно много говорить. Итак, есть три группы классовых умений, которые вы получаете сразу приступив к игре. Эти три группы зависят от вашего выбора, но это не единственная группа умений. У вас есть шесть групп умений, связанных с оружием, три с броней, и все это с самого начала игры. Но даже ваш самый первый выбор, выбор класса, вас ни к чему не обязывает. Вы можете развивать ближний бой, можете не взять ни единого заклинания вашего класса, и развивать умения, скажем, связанные с оружием в обеих руках. Это прекрасная возможность. Разные умения. А они развиваются как скорей по мере использования? Да, 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 обязательно. Кроме того, так можно развивать и само оружие. По мере использования вы открываете его новые, более мощные способности. И сами способности развиваются. Можно принять важное решение, типа, я буду полностью игнорировать мои классовые способности, и развивать только умения, связанные с оружием и броней. Плюс к этому, в игре много древ умений, которые появляются не с самого начала игры, в том числе в империзм и ликантропе. Но есть умения гильдии магов, заклинания, которые вы получаете, присоединившись к ней и продвигаясь в ней. То же самое гильдия бойцов. Есть группа умений, связанная с осадными оружиями. Есть способность, связанная с расой персонажей. Есть и другие групп умений, полно-полно. Я даже сходу не могу перечислить все. Все это сделано, чтобы привлечь людей к самместной работе, так? Все же это не синглплеер, и вы пытаетесь сделать так, чтобы люди выбирали билды, которые будут эффективны в совместных действиях? Разумеется. И враги делают точно так же. Да, именно так. Они используют против вас стратегию. Но да, это тоже часть философии Elder Scrolls Online. Я не хочу сражаться с тупым врагом, который не дорожит своей жизнью, который не пытается провернуть что-то особенное. Мне нужен противник, который пытается что-то предпринять. И я пытаюсь произойти его. Это ключевой момент нашей философии. В начале игры вы встречаете врагов по одному, но потом их будет больше, одновременно два, три и более. В некоторых данженах целой группы. И монстры не просто продолжают делать все то же самое, что было на первом уровне. У них появляются новые способности, и у разных монстров разные. Они действуют сообща. И все происходит динамично. Это не заскриптовано. Это большая работа над искусственным интеллектом. И поведение монстров в бою такое. Они работают сообща. Это очень увлекательно, когда вы входите в данжен, будь на 10-м или на 10-м уровне, вон, вон, там, вон пара, а там их трое. И вы такой, ну и что мне теперь делать? Как мне быть? В традициях игры Elder Scrolls начинать игру выбирайся с тюрьмы. Здесь мы выбираемся из плана Малакбалова Блиони, да, из складной гавани. И вот вы выбираетесь, но вот выбрались, и в зависимости от вашего альянса вы окажетесь на определенной территории. Верно. Я думаю, что вам, ребята, надо было бы позволить переходить в другие альянсы. Да, нам много говорили об этом, и люди очень часто заявляли на форумах, я хочу исследовать весь Томриэль. Когда вы выбираете альянс в самом начале игры, вы должны пройти этот путь. Вы должны пройти контент вашего альянса, именно так, получая игровой опыт. И вы не можете сменить этот альянс, это сделано в интересах PvP. Но, дойдя до 50-го уровня, вы можете перепрыгнуть в один из остальных двух альянсов и исследовать его контент. Но это будет чрезвычайно сложно. Очень. Это примерно не 50-й уровень, а 50-й плюс. И вы можете изучить весь контент, все награды, монстры, навыки, повышенные сложности. И вот, когда вы это пройдете, то сможете посетить третий альянс, а это уже 50-плюс-плюс. Фактически, вы получаете всю игру со всем контентом. На территории каждого альянса есть контент на 120 часов одиночного прохождения, огромное количество сольного контента. Так что у вас не встанет вопрос. Ну вот, я дошел до 50-го уровня, и что мне теперь делать? Я говорю о соло-игроках, которые не любят PvP. Вы не обязаны играть в группах. Вы можете, не вопрос. И именно это является целью, но выбор вы делаете сами. Если вы хотите дальше играть в соло, то можете делать это, и развитие персонажа позволит вам не останавливаться после 50-го уровня, а двигаться дальше. Давайте уточним, вы упоминали, что будет гильдия бойцов и гильдия магов? Да. А какие-нибудь комментарии насчет остальных гильдий? Сейчас я не готов даваться такие подробности. Что ж, я просто спросил. Но эти гильдии, они относятся ко всем альянсам? Да. Это организации, чье влияние распространено по всему Тамриэлю. Вступая в гильдию магов, вы имеете точки доступа к заданиям вашего альянса. Если вы хотите перейти к этому контенту, весь мир, в принципе, имеет доступ к этому контенту. У всех альянсов есть NPC, которые дают квесты касательно этих заданий, которые доступны для этой гильдии, а также история гильдии, квесты гильдий, доступны отовсюду. То же самое касается гильдии бойцов, то же самое главный сюжет. Все это будет при запуске, но потом будут всякие дополнительные вещи, так? Именно. Игра от первого лица. Вот что вы упускаете. Нам не хватало этого на E3. Расскажите нам об этом. Куда вы делили режим от первого лица? Ну, вы немного не правы. Дело в том, что мы сейчас над ним работаем, и очень скоро он будет доступен, потому что есть две вещи. Есть ММО-опыт с постоянными массовыми сражениями, когда постоянно надо отслеживать ситуацию вокруг себя. Но еще вы хотите и то самое скайримское, элдерскроллское, синглплеерное ощущение погружения, надеть на себя шоры. И вот мы начали с этого, с третьего лица, но в глубине души мы всегда хотели обе возможности. И вот от людей поступило столько вызовов и отзывов, они говорили, что это неотъемлемая часть игры. Было много таких, кто говорил, нет, мне нормально, я никогда не играю от первого лица. Но многие говорили, как это можно сделать игру без вида от первого лица? А как же Скайрим? Какая игра Элдерскроллс без первого лица? Но мы заметились, да, верно, и решили, что мы сделаем это. Мы сейчас направим все усилия на это, и это есть в игре и будет. Звучит фантастически. Когда будет релиз? Когда вы запустите игру? Я не думаю, что могу назвать точную дату. Ладно, ну, по крайней мере, в этом году. Большое спасибо за беседу. Ник, спасибо за то, что мы поговорим. Вы можете оставаться на Рев 3 Games для более нового лица. Рев 3 Гамз, я не могу сказать, что у нас есть новая дату. О, мой гад! Продолжение следует...